Привет всем! Бонжуатус! С вами канал Тандем Франк Рус. Всех поздравляем с праздником, светлым праздником Пасхи. Мы сегодня освещали куличи, яйца. Не хочется никого критиковать в такой светлый день, но я езжу в Богоявленский собор уже много-много лет. И всегда было очень все хорошо организовано. Ну, тут как повезет. Иногда бывает, вот приехал, видишь, народа стоит на этом дворике. Мало, значит, недавно батюшка был, куличе осветил, и следующего надо подождать. Ну, подождать, ну, 30-40 минут, ну, не больше. Конечно, бывало иногда и мерзнешь, потому что вот как ни крути, а там такое подворье маленькое, и оно очень продуваемо ветрами. Это не так страшно. Ну, и понимаешь, что, в принципе, раз народу мало, значит, есть время пойти на службу, постоять в церкви, погреться. Все обычно очень доброжелательны друг к другу, и можно совершенно спокойно оставить, никто ничего не тронет. Ну, очень много было служителей всегда. То есть кто-то ведет службу, и кто-то в другом крыле причащает. И всегда хватало батюшка для того, чтобы выйти во двор и осветить куличи. Всегда смотрели, насколько собралось много народу. Если уже достаточно много, конечно, выходили и освещали. И это всегда было так торжественно. Во-первых, начинали всегда со слов приветствия. Потом не то чтобы проповедь, но несколько слов все равно говорили. И по какому поводу собрались, потом молитва шла. И только потом уже начинал вот само действие. Обязательно была такая красивая серебряная чаша. И в нее ковшиком наливалась из больших чанов святая вода. И уже потом из этой чаши шло освещение всего, что люди понанесли. Приходить старались всегда пораньше, потому что утром традиционно мы не завтракаем. Там надо, чтобы на голодный желудок прийти. И первым вкушалось вот яичко после освещения. Либо кусочек кулича, либо и то, и другое. Пили немножко кагора. И только потом уже идет дальше разговорение. Ну как-то вот не совсем может быть это все точно и правильно. Но у нас было принято так. В этот раз было все совсем по-другому. Во-первых, мы ждали больше часа. Где-то час 15, наверное. А люди, которые еще там были, они вообще говорят, мы больше двух часов уже здесь стоим. Я понимаю, что сейчас меньше народу, поэтому реже выходят. Но стоит ли сейчас в период пандемии собирать большое количество людей? Несколько священнослужителей мимо нас. Мы уже видели, что народу много. И стоим мы все очень так кучно. Просто уже друг за другом даже. Потом, наконец, когда мы дождались, он, значит, выскочил таким бодрым шагом. С этим пластмассовым ковшиком, которым зачерпывают воду из больших чанов и наливают в красивую эту чашу. И прямо в этот ковшик начинает макать веник. Ни слова не говоря. Просто вышел, уже на ходу идет. И уже вот это оп-оп-оп. Быстро-быстро-быстро. Так все по-деловому. Лицо хмурое, видимо, недоволен тем, что его заставили это делать или что. Никакой молитвы. Ничего вообще. То есть он начал сразу... Христос воскресе измерт. Обычно батюшки вальяжно прохаживаются внутри этого дворика, где стоят чаны. Когда ему надо, он предоткрывает крышку, либо его помощник-службка предоткрывает крышку, он зачерпывает еще воды. Все это так спокойно, не торопясь, разумеет. Куда торопиться? Праздник такой светлый большой. Куда суетиться вот эта мирская суета, там совершенно неуместно. И тут вдруг он не стал туда проходить внутрь. То есть он начинает ходить между рядами, талкивая людей от их вот этой снеди. И протискивался между людьми и поличами, и что-то там атмосфера совершенно другая. Продолжение следует... 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 Очень обидно за любимый Богоявленский собор, который всегда был одним из лучших в Москве. Я очень искренне надеюсь, что это просто какая-то случайная накладка, и это не какие-то такие глобальные изменения, теперь будет вот так, даже не хочу в это верить. Вот так вот набегу, и как попало, это, конечно, не дело. Ну ладно, нам пора разговляться, чем Бог послал, посмотрим, что Он нам послал. Тем, кто собирается тоже за стол, приятного аппетита, и еще раз всех с праздником в Казхе. Увидимся, объем-то вам, пока-пока. Ну вот, как обычно, стол смешанный, у нас есть фуа-гра, и черная икра, и лососи, и салат русский из капусты, и, конечно, куличи, яйца, и потом еще будет горячее. В общем, мы начинаем праздновать. Сейчас свечку зажжем. Бон аппетит! И бон фетт! Вот у меня муж просто очень уважает заливной язычек. Вот там русская кухня, и вот французская кухня, фуа-гра, практически нетронутая. Но так отгрызли немножко. Язычок в этот раз победил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok